Иное измерение русской культуры. Леонид Николаевич Андреев Из рассказа, который никогда не будет окончен. Читает Евгений Брасов-Брушковский. Измученный жуткой неопределенностью дня я заснул, одетый на постели, когда жена разбудила меня. В руке у нее колыхалась свеча, и среди ночи она показалась мне яркой, как солнце. А за свечой колыхался бледный подбородок, и неподвижно темнели огромные, незнакомые глаза. — Ты знаешь, — сказала она, — ты знаешь, на нашей улице строят баррикады. Было тихо, и мы смотрели друг на друга прямо в незнакомые глаза, и я чувствовал, как бледнеет мое лицо. Жена ушла куда-то и снова вернулась с громким биением сердца. Было тихо, и пламя свечи колыхалось, и было оно маленькое, неяркое, но острое, как кривой меч. — Ты боишься? — спросил я. Бледный подбородок дрогнул, но глаза остались неподвижны и смотрели на меня, не моргая. И только теперь я увидел, какие это незнакомые, какие это страшные глаза. Уже десять лет я смотрел в них и знал их лучше, чем свои, а теперь в них было новое, чего я не умею назвать. Гордость, — назвал бы я это, но там было другое, новое, совсем новое. Я взял руку, холодная. Она ответила мне крепким пожатием, и в нем было новое, чего я не знал. Так еще ни разу не пожимала она моей руки. — Давно? — спросил я. — Уже сейчас. И брат уже ушел. Он, вероятно, боялся, что ты не отпустишь его, и ушел потихоньку. Но я видела. — Значит, это правда. Оно пришло. Я встал и почему-то долго умывался, как утром, когда шел на работу, и жена светила мне. Потом мы потушили свечу и подошли к окну на улицу. Была весна, был май, и в открытое окно ворвался такой воздух, какого никогда еще не было в старом огромном городе. Уже несколько дней стояли без работы фабрики и железные дороги, и свободный от угольного дыма воздух пропитался запахом поля и цветущих садов, быть может, росы. Я не знаю, что это пахнет так хорошо в весенние ночи, когда далеко-далеко уйдешь за город. И ни одного фонаря, и ни одного экипажа, и ни одного городского звука над бесконечной каменной поверхностью. Если закрыть глаза, то, правда, можно подумать, что это деревня. Лает собака. Вот. Я еще ни разу не слыхал, как лает в городе собака. И засмеялся от счастья. Послушай. Собака. Жена обняла меня и сказала. Они там, на угле. Мы перегнулись через подоконник, и там в прозрачной темной глубине увидели какое-то движение. Не людей, а движение. Что-то ломали, что-то строили. Кто-то двигался, неуловимый, как тень. А вдруг застучало что-то. Топор или молоток. Так звонко, весело, как в лесу, как на реке. Иногда, когда чинят лодку или строят плотину. И в предчувствии веселой и стройной работы я крепко обнял жену, а она смотрела поверх домов, поверх крыш на молодой остророгий месяц, уже клонившийся к закату. Такой молоденький, такой смешной, как девушка, которая мечтает и боится сказать кому-нибудь о своих мечтах. И светит только для себя. Когда он станет полным. Не надо. Не надо. Перебила меня жена с непонятным неиспугом. Не надо говорить о том, что будет. Зачем? Она боится слов. Пойдем сюда. В комнате было темно, и мы долго молчали, не видя друг друга, но думая об одном. И когда я заговорил, мне показалось, что это сказал кто-то другой. Я не боялся, а у этого голос был хриплый, точно он задыхался от жажды. Так как же? Они? Ты будешь с ними. Для них довольно матери. Я не могу. А я могу? Я знаю, она не тронулась с места, но я почувствовал ясно. Она уходит. Она далеко. Она далеко. И так холодно стало. И я протянул руки, но она отстранила их. Во сто лет раз бывает у людей праздник, и ты хочешь меня лишить его. За что? Сказала она. Но тебя могут убить, и дети наши погибнут. Жизнь будет милостива к ним. Но даже если погибнут они... И это говорила она. Жена моя. Женщина, с которой я жил десять лет. Еще вчера она не знала ничего другого, кроме детей, и полна была страха за них. Еще вчера она с ужасом ловила грозные признаки грядущего. Что стало с нею? Вчера? Но ведь я тоже забыл обо всем, что было вчера. Ты хочешь идти со мной? Не сердись. Она думала, что я сержусь. Не сердись. Сегодня, когда они там застучали, и ты еще спал, я поняла, вдруг поняла, что муж, дети, все это так, все это пока. Я люблю тебя очень. Она нашла мою руку и пожала ее тем же новым, незнакомым мне пожатием. Но ты слышишь? Они стучат. Они стучат, и как будто падают, падают какие-то стены. И так просторно, так широко, так вольно. Сейчас ночь, а мне кажется, что сияет солнце. Мне тридцать лет. Я уже старая. А мне кажется, что мне семнадцать лет, и я люблю кого-то первой любовью. Такой огромной, такой безграничной любовью. Какая ночь, сказал я. Точно нет города. Правда, и я забыл, сколько мне лет. Они стучат. И это как музыка. Как пение, о котором я мечтала всю жизнь. И я не знала, кого я люблю такой безумной любовью, от которой хочется и плакать, и смеяться, и петь. Так просторно, так широко. Не отнимай у меня счастье. Дай мне умереть с теми, кто работает там и так смело зовет будущее. И в гробах будет погибшее прошлое. — Времени нет. — Ты говоришь? — Времени нет. — Кто ты? — Я тебя не знал. — Ты человек. Она засмеялась так звонко, как будто ей было семнадцать лет. — Да, ведь и я этого не знала. И ты тоже человек. Как это странно и красиво. Человек. Давно уже было том, о чем я пишу. И те, кто спит сейчас тяжелым сном серой жизни и умирает, не проснувшись, те не поверят мне. В те дни не было времени. Солнце всходило и заходило, и стрелка двигалась по кругу, а времени не было. И много другого чудесного и великого произошло в те дни. И не поверят мне те, кто спит сейчас тяжелым сном серой жизни и умирает, не проснувшись. — Нужно идти, — сказал я. — Погоди, я покормлю тебя. Ведь ты сегодня ничего не ел. И ты видишь, как я благоразумна. Я пойду завтра. Отдам детей и найду тебя. — Товарищ, — сказал я. — Да, товарищ. В открытые окна лился воздух полей и тишина, и изредка звонкий веселый стук топора. А я сидел за столом и смотрел, и слушал. И так загадочно ново было все, что хотелось смеяться. Я смотрел на стены, и они казались мне прозрачными. Точно всю вечность, обнимая одним взглядом, я видел, как разрушатся они. И только один я был всегда и всегда буду. Все пройдет, а я буду. А я буду. И все казалось мне странным и смешным, таким ненастоящим, и стол, и кушанье, и все, что вне меня, прозрачным и легким, существующим только нарочно, только пока. — Почему же ты не ешь? — спросила жена. Я улыбнулся. — Хлеб. Это так странно. Она взглянула на хлеб, на черствый и сухой кусок хлеба, и почему-то лицо ее сделалось грустным. Все, продолжая глядеть на него, она тихо поправляла руками передник, и голова ее немного, совсем немного, повернулась в ту сторону, где спали дети. — Тебе жаль их? — спросил я. Она покачала головой, не отводя глаз от хлеба. — Нет. Но я подумала о том, что было в жизни. Раньше было. Как это непонятно. — И все? Она, удивляясь, как проснувшаяся после долгого сна, обвела глазами комнату. — И все так непонятно. Здесь мы жили. — Ты была моей женой. — А там наши дети. — Здесь, за стеной, умер твой отец. — Да, умер. Умер, не проснувшись. Заплакала. Чего-то испугавшись, во сне самая маленькая. И так странен показался этот простой детский крик, настойчиво требовавший своего, среди этих призрачных стен, когда там внизу строили баррикады. Она плакала и требовала своего ласки, каких-то смешных слов и обещаний, которые ее успокаивают. И быстро успокоилась. — Ну, иди, — шепотом сказала жена. — Мне бы хотелось поцеловать их. — Боюсь, разбудишь. — Нет, ничего. Оказалось, старший не спал, слышал все и все понимал. Ему было всего девять лет, но он все понял. Таким глубоким и строгим взглядом встретил он меня. — Ты возьмешь ружье? — спросил он задумчиво и серьезно. — Да, возьму. — Оно под печкой? — А ты откуда знаешь? — Ну, поцелуй меня. Ты будешь меня помнить? Он скачал на постели в своей коротенькой рубашонке весь горячий со сна и крепко обнял мою шею. И руки у него были горячие и такие мягкие и нежные. Я поднял волоса у него на затылке и поцеловал горячую тонкую шейку. — Тебя убьют! — прошептал он в самое ухо. — Нет, я вернусь. Но почему он не плакал? Он плакал иногда, если я просто уходил из дому. Разве и его коснулось это? Кто знает? Так много чудесного произошло в те великие дни. Я взглянул на стены, на хлеб, на свечу, пламя которой все колыхалось, и взял жену за руку. — Ну, до свидания. — Да, до свидания. И только я ушел. На лестнице было темно и пахло какой-то старой грязью. И, охваченный со всех сторон камнями и тьмою, ощупью находя ступеньки, я почувствовал новое, неведомое и радостное, куда я иду огромным, радостным, всенаполняющим чувством. Читано по изданию. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Том 4. Санкт-Петербург. Издание «Товарищество Маркс». 1913 год.